Многодетный отец, фермер, ученый. В общем, Александр Малышенко человек занятой, очень не любит напрасных ожиданий и бесполезных дел. Но именно с этим мужчина столкнулся, когда у него обострился хронический гастрит. Похоже, что записаться к специалисту в его поселке можно только через суд. Туда он и обратился, когда не смог попасть к нужному врачу, гастроэнтерологу. Не получилось это сделать ни через госуслуги. А то, которое мне требуется, оно на карте даже не подсвечено. То есть его невозможно выбрать. Поэтому, в первую очередь, через портал госуслуги я не могу записаться в поликлинику областной клинической больницы. Не через региональный клон этого портала сайт регистратура 33. Внимание, запись на прием к врачу через портал выбранной организации не производится в связи с недоступностью расписания. Сначала многодетный отец отправился в свою поселковую амбулаторию, но гастроэнтеролога там нет. Терапевт направил в консультативный отдел областной клинической больницы. А ехать туда два часа для того, чтобы просто взять талон в регистратуре и, наверное, отстоять очередь. На сайте учреждения пациентов сразу предупреждают. С 1 июля 2018 года запись к врачам-специалистам консультативной поликлиники в электронном виде временно приостановлена. В том числе и по телефону горячей линии Медицинского информационно-аналитического центра. Ниже можно увидеть четыре телефонных номера, которые постоянно заняты. Уже в суде выяснилось, что даже доктора районных клиник не могут оформить электронные направления и записать в ОКБ по системе «Врач-врач». В октябре 2018 года региональным оператором в одностороннем порядке осуществлен переход на медицинскую информационную систему ТМЦОД. И одновременно с этим отключена возможность записи на прием к врачу через региональную интеграционную шину М3 здравоохранения. Запись на прием к врачу по системе «Врач-врач» была приостановлена. Представитель больницы удивился. Почему же пациент не догадался отправить письмо на электронный адрес учреждения, чтобы записаться к специалисту. Но вот Александр, как не искал, ссылку на этот виртуальный почтовый ящик так и не обнаружил. Да и какие сведения должно было содержать такое обращение, тоже непонятно. На данного врача запись на целый месяц вперед, а врачей идет нехватка. И получается, что в рамках ОМС, по которому мы, каждый гражданин федерации, имеем право получить эту услугу, мы не можем это сделать. И если у тебя что-то болит, то ты должен либо в платную куда-то быстро проехать, либо уж сразу ехать на операцию, если это потребуется. Получается, решил Александр, его, по сути, лишают права на бесплатную медицинскую помощь. Ждать, пока дойдет до операции, он, конечно, не стал. Обратился в частную клинику. А вот судебное разбирательство довести до конца и выиграть считает уже делом принципа и даже гражданским долгом.